Кремлёвская пропаганда создала миф, что россияне смеются исключительно только над интеллектуальными тонкими шутками, которые остальным варварам на земле непонятны. Любой проспектованный ватник уверенно скажет, что русский юмор — одно из величайших достижений человечества, как пеницерин или теория относительности. На самом деле во всём мире русских считают угрюмыми, закомплексованными снобами, которые никогда не улыбаются. Всё, что русский произносит, звучит опасно и угрожающе. И не важно, что они говорят. Но даже если русские говорят приятные вещи, это всё равно звучит опасно. А всё потому, что русских с рождения приучают. Юмор — это не развлечение, это пропаганда и оружие. Вщупчине доумки, украинцы хитрозделанные, евреи жадные, эстонцы тормоза, грузины озабоченные, молдаване недалёкие, таджики, рабы-строители, американцы — ну вы знаете. Они тупые. Юмористический жанр унижения других народов на России самый любимый. Ксенофобские шуточки поднимают торгом самооценку и скрашивают беспросветное, бесперспективное бытиё. Нет ничего лучше, чем сверхдержаве выйти в 40-градусный мороз в туалет и сидя в позе российского герба над зловонючей пропастью, почитать анекдоты о том, как русский всех обхитрил в яме. Наша часть материка обозначена в этой ведической легенде как мозг Земли. Америка — пищеварительная система. Так, всё соответствует органам. Чечня — геморрой. Но вот когда шутят о русских, это уже преступление. Другим нельзя смеяться над русскими. Это табу, ведь у русских нет изъянов, которые можно высмеять. Потом я выхожу, и я матрас обратно выкину, который тоже не русский. Матрас? Матрас очень даже русский. Я его выбрасываю, он весь в г***ю планы, не нужно было говорить. Я видел матрас, матрас действительно в г***ю планы, он весь в г***ю планы. Просто, я не знаю, если что, предыдущие съемки русские, и, видимо, русские обмазываются г***ю планы и ложатся спать. А что мы делаем в нашей стране? И как себе позволяет вот это так отзываться о русском народе? Тут появляется вот это, которое оскорбляет русских. Ну это же статья 282. Комику пришлось бежать из страны, потому что русские так обиделись на шутку, что начали его преследовать. За шутку. На суд я шел без всяких иллюзий, потому что я говорю, у меня адвокат-профессионал. Он мне сразу сказал, на суд бери с собой рюкзак с вещами. Обожаю своего адвоката. Поэтому я не удивился, когда мне присудили 10 суток, меня конвоировали, мне досталась последняя свободная койка, и возле нее карандашком было написано «Слава Руси». Карандашком, наверное, потому что были неуверены. То есть такой юмор для русских норм. Спасибо, пожалуйста. С Новым годом, пошел. Перед вами черный член аншлага. А матрацим, видите ли, обидно. Русские не умеют смеяться над собой, они лишены самоиронии, потому что страшно. Боятся, если начнут себя высмеивать, будет очень грустно. Будет смех сквозь кровавые слезы. Российских комиков можно разделить на три группы. Смельчаки, молчаны и затнутые скоморохи. Смельчаки — это те, кто не испугался режима и открыто выступил против его людоедской политики. А начало того февраля началась концеперация, я не поддерживаю, потому что между глаголом «нападать» и «защищать», я выбираю «защищать». Но я не собираюсь составить интересы одного к определенному человеку, понимаете? Тем более, куда мне идти? Послушайте, у меня отец из Украины. У меня там половина родственников, понимаете? Половина, у меня там есть друг Евгений. Он живет в Одессе. И последнее, что я хочу, то, чтобы друг Евгений у меня из миномета где-то под Херсоном спасли, вы что-то как насточного фланга? Руслан Белл из 2021 года на болотах в черных списках артистов. А все потому, что позволил себе шутить о власти. Кремль такого не прощает. Не надо раскачивать лодку. Сейчас все политики говорят, что песков амбасадут. Стендап-комик Аслава Комиссаренко вообще разыскивает КГБ. Да-да, кто не знает, Сатрапия и Беларусь все еще есть КГБ. Путчик Ширико свистанула фляга, все, аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну. Это просто ужас вообще, понимаете? Да, и вы наверняка видели это видео, где он с автоматом. Россия оккупировала Беларусь и теперь преследует беларусов за шутки. Вы можете себе представить, чтобы ФБР объявила охоту на Джима Кэрри и Алика Болдуина. А в оккупированной Беларуси это норма. Знаете, как я провел новогодние праздники, меня объявила в розыск беларуская КГБ. Серьезно, вы там аплодируете? Серьезно, ребята, я открою вам тайну, но это не было мое новогоднее желание. Но самый большой раздражитель для кремлевской несмеяны, конечно, Максим Галкин. Это козь в горле, которую невозможно достать. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Галкин не просто противник режима. Он один из самых любимых артистов россиян. Он реальная звезда в Москве. Меня просят мои уважаемые подписчики в дирекции, в комментариях продолжить вести Инстаграм, как я его вел раньше. С забавными видео с детьми, с символистичным контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому пока что прежним ни Инстаграм, ни новый телеграм-канал, который я завел, не будет таким, как он был до 24 февраля. После начала полномасштабного вторжения Галкин не просто уехал из Мордора. Он начал публично мочить русских фашистов и открыто поддержал Украину. Я говорю, нет, мне нет, мне нет, не предать. Они говорили, мы делаем эту спецнерацию, чтобы отодвинуть НАТО от границы с Россией. Ты чего? Добрый вечер, мы и сомни. Ну, это нормально, нравится, не нравится, надо расширяться. В России против Галкина возбудили уголовное дело и угрожают посадить на 7 лет. Просто за гражданскую позицию. 7 лет за шутки? Это вам не шутки. Как правило, против оппозиционных комиков возбуждают уголовку по статье о дискредитации армии. Еще есть подкатегория комиков между сничеками и молчунами, которые против войны, но очень осторожно. Тут можно выделить Слепакова. Семен Слепаков долго был на службе полметрового государя. Закрывал глаза на агрессию против Украины с 14-го года и на внутренней репрессии продолжал развлекать фашизирующееся российское общество. Но 24 февраля 22-го года наконец нашел смелость выбрать сторону. Молчуны — это самая позорная категория русских артистов. Это те, которые понимают, какой ужас творит Россия. Возможно, где-то дома, глубоко под одеялом, с этим не согласны, но на публике делают вид, что ничего не происходит. Все хорошо, будем шутить на отвлеченные темы. А то, не дай бог, объявят иноагентам, перестанут по телевизору показывать и на корпоративы приглашать. Ярчайший пример молчунов — Нурлан Сабуров из когда-то опопулярного и тут-шоу ЧБД. Сабуров оказался обладателем не только весьма маленьких тестикул, но и ограниченного интеллекта. Потому что упорный и показательно, не замечая преступления России, он решил организовать концертный тур в США, в то время, когда его ватные почитатели ежедневно скидывают бомбы на украинские города. Естественно, в туре сразу что-то пошло не так. Там Нурлана попросили высказать свое отношение к войне и военным преступлениям, которые творят россияне. Все, что смог этот молчун, максимально отвратительно отшутиться. А теперь моя любимая категория — «Зепнутые скоморохи». Это истинные носители настоящего русского юмора. Смысл всех шуток сводится к одному, вокруг всех, а у русских есть ракеты. Но где-то по бескрайней, заснеженной Сибири, мобильный комплекс едет в баллистических ракет. Вашему вниманию представляется выступление калининградского музыкально-обранительного танцевально-тактического ансамбля «Искандерушка». Путинские скоморохи даже не пытаются шутить, они просто кривляясь пересказывают кремлевскую пропаганду. На вечер бронировали столик на дядю Сэма. Моя спутница Европа. Вот ваш столик. Какой шикарный ресторан. Просто у меня на тебя большой план. Заказывай все, что хочешь, я тебе все займу. Выкуси Европа, да выпендривалась. Есть среди них старые хламидии типа Гальцева, Петросяна и Винокура, которые уже давно присягнули на верность Сатане. И когда я узнал о спецоперации, я немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов. Вот что я сказал. Кстати, о Сатане это не аллегоре. Если на здании установлена пентаграмма, очевидно, кто в этом здании заседает. Говорю, что сейчас поляки так раззадорились, что хотят потребовать от России выплат за события 1613 года, в ходе которых Иван Сусанин завел дремучий лес польско-литовских интервентов. Ну теперь ждем претензии от немцев за отвратительный сервис во время зимнего купания на Чудском озере. Это будет самый смешной трибунал ГААГИ за всю историю. Вы знаете все, что такая нагрузка на нашем президенте. Но слава богу, он у нас физически развит, спортивный. И в общем-то я радовался, видел вас на коне. Только не бабай. Для фашистов помоложе тоже есть развлекалочка. КВН Комедиклаб. Клуб веселых и находчивых из когда-то остро-социального проекта превратился в остро-лизаблюдский трэшак. Ну так да, зеленки в оба, ехать, ехать в нас! Теперь задача КВН восхвалять Путина. Унижать Запад и делать вид, что никакой войны нет, и все идет по плану. Ангелы, здрасте, а что вы делаете здесь в Светлогорске? Я пожилая женщина с деньгами, где мне еще отдыхать? Ну просто в Светлогорске немного холодновато. А у нас в Европе тоже скоро будет немножко холодновато, надо как-то привыкать. А Путине в КВН можно шутить либо хорошо, либо очень хорошо. Ладно, ребят, с Богом. Мужики, можно я одну румагу подпишу? Начинается. Чем, ряды такие? Так, у Путина юбилей. Да-да, водитель. Прекратите! Мужики, пожалуйста, пожалуйста! КВНщики так часто обращались к диктатору, что сами не заметили, как создали новый жанр народного творчества. Путина, помоги! Путина, помоги! Владимир Владимирович, хочу обратиться к вам, от жителей поселка Вегаров. Чтобы хоть немножко власти нашей навели, у нас здесь порядок. Дорог нету, связи нету, ни пункта нету, ничего нет. Господин президент, помогите нам! Дошло до того, что КВН нарушил не только законы юмора, но и международные. Бывшее развлекательное молодежное шоу стало инструментом российской агрессии. Начиная с 2000-х годов, там выступали команды Нарта из Абхазии и 16+, из Южной Осетии. И представляли они не Грузию, а якобы независимые государства. В 2014-м на сцене КВН появились команды из ДНР и ЛНР. Ну чё, Донецк на сцене, вы нас строго не судите по одёжке, просто нас чуть-чуть раньше западные бренды ушли. Камеди Клаб скатился в ту же выгребную яму, что и КВН. Что-то устраивает, что-то скажет. В смысле, я просто женщина пригласил себе на дачу. А меня? Нет, есть, конечно, у затнутых комиков смешные шутки. Например, звукорежиссёр сериала «Реальные пацаны», главный актёр которого поддержали СО, поехал наёмникам Украину и погиб. Эту же шутку повторил и один из сценаристов уральских пельменей. Смешно. Как говорится, умереть не встать. А ещё смешнее то, что все эти якобы артисты, якобы развлекательного жанра, будут сидеть на скамье подсудимых за разжигание войны и поддержку кровавого режима. И вот там им уже будет не до шуток. Русский юмор примитивный, агрессивный и тупой. И это зеркало той самой русской души.